Хорошо. В общем, меня попросили сделать презентацию по лидершипу. Я ее сделал на основе того тренинга, который по лидершипу я читаю в компании SoftServe. Соответственно, я вытащил только те слайды, которые могут быть наиболее интересными. По ходу просьбы к вам задавайте вопросы. Будем аджастить нашу презентацию еще непосредственно под ваши мнения. Начнем с того, что я хочу вам презентовать интересные цитаты про лидершип и про лидеров, которые я нашел. Самое интересное – это цитата от Лао Цзи, где он говорит, что лидер – это тот человек, о существовании которого люди вряд ли задумываются. И если его работа сделана и его цели достигнуты, то они будут говорить, да, мы это сделали самостоятельно. То есть лидер – это не обязательно должен быть кто-то с флагом впереди, который ведет за собой. Это может быть в том числе и человек, который достигает цели, но который не афиширует свою значимость, свою фигуру и так далее. Дальше, как говорил Билл Гейтс, так как мы смотрим в следующее столетие, то лидеры – это те, кто будут вдохновлять и надерять властью других. Соответственно, уже можно просмотреть такой шифт в сознании, в поведении по лидерам, начиная от того, как в том же 20-м столетии лидеры были – это крупные вожди, устраивающие войны и так далее. В то время, как сейчас лидер – это больше тот, кто дает возможность команде, дает возможность людям, с которыми он работает, которых он ведет, дает им возможность реализовать те цели, те стремления, которые есть. И интересная цитата Томаса Джефферсона на тему того, что как вообще он видит, как должен поступать лидер. То есть, с точки зрения стиля плывите с существующим, адаптируйтесь. С точки зрения принципов стойте, как скала. Вот эти интересные цитаты, то есть, люди, которые уже повидали, некоторых уже давно нет, тем не менее, слова здесь зашиты в эти фразы, очень хорошие, конкретные, значительные. Окей, давайте перейдем к атрибутам лидера. То есть, чем должен обладать, какими скиллами, навыками лидер, чтобы быть успешным в своей работе. Первое – это иметь вижн, иметь возможность видеть и понимать главные цели и миссии, к которым нужно прийти, которые достичь. Дальше – это планирование, то есть, возможно, способность запланировать, как мы придем к этой миссии. Decision – то есть, лидер должен принимать решение, так или иначе. Следующее – это integrity. Мне понравилось в сказании Кэрла Льюиса, он сформировал описание слова integrity, как «doing the right things, even when no one is watching». То есть, целостность должна быть целостна во всём. Невозможно прививать, культивировать у команды какие-то, например, моральные аспекты, если при этом сам человек на позиции лидера, в роли лидера, позволяет себе какие-то неморальные, неэтические моменты. То есть, вот это вот случай. То есть, слова не должны расходиться с делом, и то, что лидер проецирует на команду, должно сходиться с тем, что сам лидер выполняет. Communication – это очень важная составляющая. Communication – это наше всё, и думаю, тут вопросов даже не возникнет. Teamwork. Лидер должен уметь работать с командой, быть частью команды. Strategy – это связано с vision и planning. То есть, когда есть видение, куда мы хотим прийти, чего мы хотим достичь, необходимо построить стратегию, как мы будем это осуществлять, и уже на основе стратегии писать план пошаговых действий, шаг за шагом, как мы подойдём к нашей миссии, к нашей цели. Motivation – это одна из задач лидера, помогать команде находить внутреннюю мотивацию, либо стимулировать команду по совершению технических задач. Contribution – это быть частью команды, то есть, это похоже стимворк, но это при этом контрибьютить в команду, то есть, выполнять задачи точно так же, как выполняют и другие. В противовесе тому, что… Знаете, как вот есть менеджер Чайка, который прилетел, наорал на всех, нагадил и улетел обратно, то менеджер Чайка – это не про contribution. Лидер должен работать с командой, быть частью команды, выполнять задачи как команда. Ответственность. Так или иначе, лидер ответственен за принятые решения, за достижение команды. Здесь хорошо подходит ситуация, что из маленького принца мы в ответе за тех, кого приручили, но здесь на самом деле нужно перефразировать, что мы в ответе за тех, кого мы лидим. Саппорт. Поддержка. Лидер должен иметь возможность, уметь и всячески именно поддерживать команду, обеспечивать всем необходимым. Этик. Этическая составляющая тоже важна. То есть не быть грубым с коллегами, быть честным и так далее. Правила этики – это как бы… Слава Богу, в IT-индустрии, в частности у нас в сервии с этикой все норм. Но если случаются кейсы, когда есть люди, которые этого не понимают, которые позволяют себе неэтично себя вести, с ними нужно отдельно работать, дабы не создавать frustration у всей команды. Дальше. Influence. То есть это свойство роли лидера – иметь возможность влиять на события, на факты, на принятие решений. И менеджмент. То есть без менеджмента тоже никуда. Это тот же самый риск-менеджмент, стайм-менеджмент и так далее. По поводу коммуникации. Вот здесь вот хороший слайд, который показывает, из чего состоят эффективные скилл коммуникации. То есть он состоит из умения задавать вопросы, умения… Ну здесь даже, наверное, больше идёт коммуникация не письменная, а устная. То есть когда мы общаемся с другими людьми, будь то заказчик, либо команда, что может добавить эффективности в нас, как в лидерах, при общении? Это задавать вопросы. Опять же, это выходит из техники active listening, активное слушание, где говорится о том, что active listening – это скилл, который состоит из того, что нужно дать понимать собеседнику, что его услышали, не просто послушали, а именно услышали и поняли. Это отвечать, задавать на наводящие вопросы, переспрашивать, либо повторить, чтобы опять же дать понимание, что точку зрения услышали. Не перебивать, задавать вопросы именно к месту, к теме. Вот это всё актив listening. Это, кстати, вот тот пункт, который у нас есть по appraisal у каждого. Я столкнулся с тем, что не все понимают, что же такое актив listening. Дальше. Encouragement to continue. Это означает, что вот в противовес, например, у вас митинг с клиентом. Клиент говорит, «Эй, привет, как у тебя дела?» Говорит, «Хорошо». «А как у вас погода?» «Холодно?» «А что у вас в соцсерве нового?» «Всё по-старому». Каждый вопрос обрубается таким однозначным ответом, который не даёт никаких предусыглов для развития любой темы, любой дискуссии. Вот, соответственно, «encouragement to continue» — это как раз умение, ну, прежде всего, это желание продолжать дискуссию с соседником. И плюс это умение, как отвечать, задавать встречные вопросы для того, чтобы не обрубалась коммуникация, чтобы продолжать из одной темы плавно перейти к другой, и в итоге достигать до той темы и до той цели, которая изначально поставлена. «Summarizing what has been said» — это, опять же, то, что я уже сказал, это техника активиста. То есть и «checking for understanding» — в принципе, вот они совместны. Например, «checking for understanding» — я правильно вас понимаю, что вы имели в виду то-то, то-то, то-то. «Summarizing what has been said» — насколько я понял, если я правильно понял, поправьте, если нет. «Нет, вот я понял, вы сказали то-то, то-то, то-то». «Silence» — «Silence» здесь имеется в виду соблюдать тишину, пока другой человек говорит. Это вот на тему перебивать. Мы все знаем, что перебивать нехорошо, но как часто, как много, каждый из нас так или иначе стремится высказать свою точку зрения, вставить, может быть, показать с точки зрения, что уже понял, о чём говорит собеседник, какие вот вклиниться, либо свой контраргумент. Опять же, вот здесь очень важно. Вначале «Check for understanding» — «Summarizing what has been said» — нужно закрыть вот этот вот, так сказать, файл человека. У человека, когда он говорит, какую-то доносит мысль, у него открывается файл. ему нужно донести эту мысль целиком и убедиться, что его услышали. Так вот, как раз «Check for understanding and summarizing what has been said» — оно позволяет закрыть человеку этот файл, что да, его услышали, он может расслабиться. В то же время, если… Ну, до тех пор соблюдать сайленс, дать человеку, да, сказать. В то же время, как это часто бывает, один, ну, двое собеседников, да, какой-то рабочий момент. Один рассказывает кучу аргументов, второй перебивает, да нет, вот тут же контраргумент. Они, по сути, друг друга услышали и поняли. Но у каждого остаётся недопонимание и ощущение того, что его конкретно не услышали. И тогда получаются вот эти все конфликты, переход вообще на эмоции и так далее. То есть этого всего можно избежать, учитывая те моменты, которые я только что сказал. «High contact and visible mouth» и «Smiling face». «Smiling face» — это вообще улыбка творит чудеса. Вообще в детстве в мультиках нас приучают, что от улыбки станет день светлее. И это правда. То есть для того, чтобы установить контакт с клиентом, с командой на переговорах, порой достаточно улыбнуться. Ну, не фальшивой натянутой улыбкой, как терминатор делал, а именно улыбнуться искренне. То есть сразу ведёт настройка на работу, на человека. «High contact and visible mouth» — что про это? Зрительный контакт, он важен. Есть люди, которые избегают зрительного контакта. Есть люди, которые, наоборот, всячески ищут его. Но, тем не менее, если, например, вы, разговаривая как лидеры с своей командой, с заказчиком, с менеджментом, будете избегать смотреть в глаза, будет складываться впечатление, что вы либо чего-то недоговариваете, либо что-то скрываете, либо ещё что-то. Что может даже и не быть правдой, но вот этот скилл нужно нарабатывать, если есть в этом гэп. «Visible mouth» — что этот стейтмен говорит. Когда человек закрывает лицо рукой, например, опирается подбородком на руку, ещё как-то, это всегда в большинстве случаев ассоциируется с тем, что человек либо что-то недоговаривает, это вот тот самый рефлекс, он связан с body language и с вообще невербальным поведением. То есть когда мы вроде как умом понимаем, что, допустим, тут нельзя ничего сказать, или здесь мы не согласны с этим, и мы вроде как себя сдерживаем, чтобы там не перебить. Но при этом наше тело, наши жесты говорят об этом вот всём, мы этого не всегда, не полностью можем контролировать. То есть мы закрыли лицо рукой, рот рукой, значит, мы с чем-то не согласны, либо мы что-то стараемся не высказать. Люди, которые научились распознавать невербалику, других людей контролировать своё, они это всё легко видят. Соответственно, обращайте на это внимание. Вопросы. Если есть здесь вопросы, задавайте, пожалуйста. Можно в чате написать, можно звуком, либо мы идём дальше. Больше не вопрос, у меня больше комментарий. Смотри, есть такая ловушка, очень нехорошая, когда мы контролируем наши эмоции. Мы их иногда контролируем до такой степени, что человек с обратной стороны не понимает, что мы недовольны этой ситуацией, и продолжает грузить. И неплохо было бы выработать безопасность для человека, для сописения механизма сигнализирования. Потому что ты недоволен ситуацией, ты с ней не согласен. У тебя есть другая точка зрения, потому что, когда мы иногда сдерживаемся, это с другой стороны воспринимается, как «да». Хотя, да, в принципе, не было. Спасибо, Жень, за комментарий. Здесь я хочу дать свой комментарий, в ответ на этот комментарий. С точки зрения эмоционального интеллекта, порой бывает намного проще, вообще намного проще. И поверьте, просто можете попробовать. Звучит дико. Можно просто сказать, что выразить свою эмоцию по отношению к человеку. Опять же, соблюдая какой-то пиетет, соблюдая рамки дозволенного, если это клиент, если это начальник. Но абсолютно ничто не мешает выразить свою точку зрения. Например, у меня был кейс с другим ПМ. Я был недоволен его поведением, его действиями, потому что работаем все вместе. Но вот как-то вот, ну, будем опускать подробности, в общем, я был недоволен тем, что он делал. Это недовольство у меня росло, и, соответственно, пока я сам для себя не осознал, что же происходит, ага, я на него злюсь. Окей, почему? Вот поэтому. Окей, уже стало проще для себя. Но дальше же нужно как-то коммуницировать, с этим человеком сотрудничать, работать дальше, один аккаунт продвигать. Итого, у нас был с ним one-to-one, который начал с того, что смотри, у меня есть к тебе, ну, я на тебя немного злюсь, потому что вот это, вот это, вот это. Я с вот этого начал диалог, я выразил свою эмоцию. Но что человек услышал, он принял. То есть, возможно, он не будет соглашаться, но как минимум он поймёт, какое же отношение к нему у другого человека и чем оно вызвано. Более того, если мы думаем, что наши эмоции, наши злости, агрессии, раздражения не видны другим людям, то мы очень ошибаемся, потому что так или иначе, даже на интуитивном уровне видно, когда у человека что-то не так, когда он агрессивный, когда он там может что-то резкое сказать. Так вот, хотя бы произнести вот эту вот эмоцию и сказать почему, уже убирает много барьеров. И более того, накладывает такое, начинает строить мостик. Кстати, у нас с ним 5 минут ушло на обсуждение того, что я сказал, и остальные 10 на продуктивное решение общей задачи, после чего мы вышли на митинг с клиентом и как одно целое вдвоём рассказали клиенту видение, рассказали наш план, и у нас был успешный митинг с клиентом. Вот такой вот был кейс. Окей, давайте дальше по слайдам. Менеджер versus лидер. Периодически возникает полемика на тему того, нужно же всё-таки лидить команду или менеджить команду. Самое правильное решение, с моей точки зрения, это как раз разделять. То есть, с точки зрения проекта, нужно быть skill-focused, разрабатывать планы, репорты и так далее. Но с точки зрения людей, нужно быть не skill-focused, а people-centric, people-focused. Ask questions, optimize people's skills. И всё это одной фразой сводится к тому, что менеджерить, управлять нужно задачами. Людьми управлять, но это всегда может аукнуться, и даже раньше, чем можно подумать. Поэтому людей нужно лидить, людей нужно вдохновлять, мотивировать, искать, что может быть им интересно, почему они должны идти за вами и следовать общей цели. То есть, вот, soft-skill-овая часть. А менеджер-таскс – это чисто hard-skill, это вот, то ли в TFS в Jira смотреть задачи, то ли это прописывать планы и так далее. Дальше, хочу следующий сегмент уделить работе Исхака Адизиса. Напишите, пожалуйста, в чате, кто из вас знаком с методологией, с Адизисом, с вот этими четырьмя типами лидеров, инфратор, интерпренер, продюсер, администрейтор. Напишите, пожалуйста, плюсики, кто знаком, минусики, кто не знаком. Так, есть два плюса уже, три плюса, четыре. Так, один минус. А людей-то тут больше. Спят. Борис, ты что-то сказал, наверное, я не услышал. Я говорю, спят люди. Ну, окей, я хотя бы буду сказать, что я рассказываю для пяти людей, для самых активных, которые еще не спят. О, для шести людей. Хорошо. Так как вы с этим, я смотрю, более-менее знакомы, тогда мы не будем останавливаться детально на каждом из этих типов, просто пройдемся, освежим его в голове. Я начал читать книгу по СХ Аквадизису недавно. И там книга называется «Идеальный руководитель». Суть этой книги в том, что идеального руководителя не бывает. То есть такого универсального, который был бы универсальным менеджером, лидером во всех ситуациях, во всех командах, в любых проектах. Точнее как, такие лидеры бывают, но они обычно бывают уже в прошлом. Ну, то есть мы там можем сказать, что, ну, опять же, спорный вопрос, но допустим, что Наполеон был великим вождем, великим руководителем. Да, для нас это так. На тот момент нам просто нет возможности вернуться назад и проанализировать, а как действительно, где у него были плохие, где хорошие спороны. Соответственно, Адизис вычленяет четыре основных аспекта, которые свойственны в той или иной степени людям. И это зависит от роли, от позиции человека, и в том числе от рода деятельности и от конкретной ситуации. Дальше есть тест, в котором Адизис предлагает самостоятельно определить, кто же человек является, какая комбинация свойств у него присутствует. Там, кстати, он выделяет пятое свойство, это мёртвый пень. Ну, это когда оно вообще какой-то из... мёртвый пень – это когда вообще ничего не происходит. Но, к сожалению, есть и такие люди. В принципе, тоже окей. То есть, продюсеры – это люди, которые дуэры, для них важнее ответ на вопрос «что?» что сделать, и результат важнее всего. Администраторы – это тот тип руководителей, для которых важнее не «что», а «как». И они нацелены больше на процессы, на построение правил. И только потом, когда план, процесс, whatever установлено, тогда двигаться там успешно. То есть, ну, бюрократия. Entrepreneurs. Entrepreneurs – это вот такие вот бизионеры, люди, которые, знаете, забегают к команду и говорят, «Ребята, вот там вот через месяц будет вот то-то, то-то, и нам нужно туда прийти, потому что мы тогда получим то-то, то-то». То есть, лидеры, которые вдохновляют, которые могут заразить идеи, ярко, красочно передать картинку, но и больше вот смотрят вперёд в будущее, чем непосредственно на те дела, которые делаются, нужно сделать на данный момент. И интеграторы – это люди, которые фокусируются больше на людях, на команде, на то, чтобы всё было хорошо у людей, чтобы все были рады, довольны. То есть, это такие вот люди, которым нравится больше работать с людьми, чем с задачей. И, соответственно, тест предлагает определить букву, если мы вернемся на эту штуку, букву каждого из психотипов, которые присутствуют, это I, I, P и A. И эти буквы ещё могут быть большими, либо маленькими, в зависимости от того, доминирует скилл, либо не доминирует. Так вот, Ицхак Адизис говорит, что для успешного руководителя, лидера достаточно, чтобы было хотя бы две буквы в доминирующей, и остальные были сопутствующими. При этом окей, даже если только одна буква будет доминирующая. Но, что более важно, что говорит Адизис, это то, что в рамках команды все психотипы должны присутствовать. И лидеру очень важно строить команду таким образом, чтобы она состояла как из интеграторов, так и из интерпренеров, так и из продюсеров и администраторов. То есть, те психотипы, которые несуществуют самому лидеру, он должен закрыть на уровне команды и другими людьми, найдя вот тех самых людей, кто могут прорабатывать вот этот вот аспект работы. Так, по Адизису, в принципе, все. Если у вас какие-то вопросы, комментарии, тогда пишите. Так, вопросов нет. Идемте дальше к этапу формирования команды. Возможно, для вас будет не в новинку, что каждая команда переживает пять этапов. Это формирование. Форминг, шторминг, норминг, перформинг и adjourнинг. То есть, на стадии форминга идет, в принципе, знакомство команды друг с другом. Цель для лидера – это построить доверительные отношения между членами команды и с собой самим. И заложить какие-то основы к тому, чтобы команда начинала чувствовать себя как самостоятельная единица, единая целая. И что для этого должен лидер делать? Это вести команду. Здесь вот как раз с моей точки зрения форминга это та самая стадия, когда нужен микроменеджер. Когда лидер должен своим примером и пристальностью показать всей команде, что это важно, что все должны работать так же, как он. И что работа везде смотрится, проверяется и так далее. То есть, заложить те самые основы, на которые дальше будет опираться вся команда. Естественно, коммуникация. Коммуникация, чтобы выстроить доверительные отношения. Дальше идет стформинг. Это когда люди только-только знакомились, и уже начинаются какие-то притирки. Может быть, не поделили место, где сидеть, окна у двери. И, может быть, начинаются там, кто круче эксперт, у кого больше опыта, и каким путем нужно заимплементить ту или иную функциональность. Выставляются какие-то границы в рамках сторминга, потому что команда немного шатает, и по результатам сторминга у команды уже есть некие границы, которые там, они по сути нигде не прописаны, но команда знает, что какие границы и ходить точно нельзя. Соответственно, цель этого этапа для лидера это как можно быстрее пройти эту фазу, как можно менее болезненно. И что должен сделать лидер, это, опять же, устранять конфликты, продолжать вести команду, оставаться позитивным, показывать на своем примере, заражать своим позитивом остальных и взращивать собственную микрокультуру команды. Как мы знаем, в каждой команде есть своя субкультура, например, две команды рядом работают в комнатах, но в одной команде принято называть всех по имени-учеству и тихо, и вежливо, да и вот так вот с расшаркиванием, а в другой команде можно с матом крикнуть «я ей, ты потом мотворил», и куча матом. И до тех пор, пока вся команда принимает эти рамки и условия игры и эту культуру, это окей. Не окей, когда часть ребят ругается, часть не может вытерпеть этого. Вот это уже тогда плохо. И с этим нужно лидеров в том числе работать. Дальше мы идем в норме. То есть, как только свершилась стадия спорнинга, команда начинает функционировать как команда, начинает показывать свои первые успешные результаты. и уже распределены понятные роли, кто чем занимается, кто за что ответственный в команде. Цель на эту фазу для лидера это увеличить сатисфакшн команды, повысить стабильность в работе и увеличить производительность, как бы это не звучало. Соответственно, что нужно лидеру делать? Уже переходить от директивного управления лидения к более коучинговым, менторинговым, прояснять ожидания, предоставлять возможности другим людям для лидершипа. Ведь довольно часто бывает, что в команде собралось больше, чем один лидер. Просто один ярко выраженный, а еще один-два, которые хотят быть, либо неформальным лидером. Вот таких людей ни в коем случае нельзя не игнорировать, не задвигать, потому что иначе это будет конкуренция, и в итоге умелый вот такой вот лидер неформальный может выстроить команду против формального лидера. Соответственно, нужно давать возможности к лидерству тем людям, у кого есть для этого склонность и желание. Вот последний пункт хороший. Step back and help the members take responsibility for progress towards the goal. Дальше идет performing. То есть это самая оптимальная стадия, самая крутая стадия на этапе развития любой из команд, когда команды пашут как единое целое на пределе своих возможностей, они получают удовлетворение от своей работы и они показывают реально крутые результаты. На этой этапе завязывается дружба, например, из сотрудников, которая потом может длиться годами, на самом деле, несмотря на то, что проект уже давно закончился. Поверяется удовлетворенность от работы. Собственно, цель для лидера это продолжать наращивать производительность команды и достигать успеха. Для этого продолжать искать возможности для роста как команды, так и каждого члена команды, если это про менеджмент, то и для бизнеса. Предоставлять фидбэкин о прогрессии это тоже важная часть. Делегировать задачи. Это этап, когда уже лидеру нужно побольше отдавать и переходить от непосредственного контролирования каждого шага вообще полностью до делегирования и просто контроля о выполнении и поддерживать процессы в команде. Аджорнинг этот этап характеризуется, что команда достигла успеха. Например, команда выполнила проект и в принципе все круто. Есть еще другой момент. Эджорнин еще может быть когда команда выгорает. Когда команда очень много, долго, месяц, может быть годы даже сидит без изменений. Те же самые люди, те же самые задачи, тот же самый проект. у команды происходит выгорание. Соответственно, у команды показатели снижаются, конфликты начинают расти, неудовлетворенность друг другом и проектом и работой тоже. И в этом случае тогда нужно как можно быстрее сдвинуть фазу седжорнинга на что-то еще, о чем я сейчас еще расскажу. Если же это именно завершение проекта, то тогда цель это успешно закончить, сформировать lessons learned, провести финальное ретро. подготовиться к новому старту, обязательно отмечать, отпраздновать успех с командой. Ну, это то, что касается лидера. Обязательно убрать некую неопределенность касательно того, что же команда будет делать дальше. Так, получается, вот здесь оно по циклу. И что я хотел вам рассказать еще дополнительно. Сейчас я открою Paint. обычно это все рисую на whiteboard либо на flipchart, но здесь будем использовать Point. Представим, что... Елки-палки. Картинка будет не особо красивая, сразу предпочитаю. Представим, что это ось Y, это ось X со стрелочкой. Здесь время, здесь производительность команды. Соответственно, разберем эти стейджи по вот этому графику. в начале у нас есть вот здесь точка forming. Дальше у нас идет storming, идет прогиб вниз у команды. Здесь storming, команда шатает, команда, может быть, ругается, конфликтует. Потом проходит этап, и команда выходит на повышение. это стадия норминга, когда уже вроде как все хорошо, мы начинаем перформить. Дальше мы перформим, 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 выходим на стадию именно перформинга, когда мы максимально продуктивны как команда, когда у нас все хорошо, мы довольны, все круто. И дальше идет adjourning, то есть уменьшение. Так вот, дальше если вы следующий момент знаете, значит супер, вы, значит, крутые лидеры. Если нет, обратите внимание, в любой момент на вот этом графике, в жизненном цикле команды, если убрать хотя бы одного члена команды и заменить новым членом команды, например, мы были на стадии норминга, то вот в этот момент мы добавляем нового члена команды, плюс одного тем-мембера. в этот момент вся команда падает на стадию форминга. Потом переходит в стадию сторминга, потом только норминга и так далее. И это важно понимать, на какой бы стадии команда ни была, будь то форминг, сторминг, норминг, перформинг даже, только поменяли хотя бы двух людей, хотя бы одного человека на другого, команда сразу уходит в стадию форминга. Почему это важно? Это важно, во-первых, для того, чтобы планировать риски по HR в случае, если планируется замена игроков в команде. То есть, чтобы лучше подготовиться самому как лидеру, лучше подготовить команду, раньше распознать эти аспекты и более эффективно заменеджить ситуацию. И второй момент, это очень важно понимать, когда у нас уже есть стадия джорнинга, и мы не говорим про success и конец проекта, мы говорим про выгорание. Вот тогда поменять хотя бы одного человека на нового, на другого, уже будет свежий глоток воздуха, придет новый человек, и команда перезагрузится, грубо говоря. есть есть вопросы по жизненным циклам по такмам? Окей, возможно нету, насколько я понял, тогда идем дальше. у меня вопрос, у меня вопрос, смотри, управляя командами, просто стадия форминга, насколько я понимаю, она не всегда отрицательна, да, она не всегда несет отрицательные моменты, то есть, если ты видишь, что твоя команда уже совсем, вот совсем, ну, выработала себя, там, притерлась, и все остальное, добавляя одного человека в команду, переходя на стадию форминга, как бы вероятность, что команда выйдет с более, с большей эффективностью и с лучшим климатом. Это, напомню, ты говоришь про какую стадию, с какой стадии мы переходим потом в стадию форминга? Ну, вот, любая стадия, там, пусть будет adjourning, да, когда она падает на твоем графике. Ну, давай по стадиям немного пройдемся. Если мы говорим про стадию сторминга, ведь бывает и так, что во время вот этого штормирования команды оказывается, что кто-то из людей вот вообще не матчится под команду, либо команда не матчится под человека. Да, ну, то есть, и это нужно вовремя увидеть, чем раньше, тем лучше. И тогда единственное правильное решение будет заменить этого человека на другого, чтобы команду перестало шатать. Да, команда опять упадет в стадию форминга, но при этом сами-то остальные члены команды немного уже притерлись друг к другу, соответственно, шторминга уже при новом человеке будет меньше и быстрее будет перескок в норминге и так далее. Окей, если мы говорим про стадию норминга, то, допустим, ситуация, когда человек покидает компроект, покидает компанию, здесь ничего не остается, кроме как искать замену, да, но при этом важно понимать, что нужно уже на стадии норминга уже предусмотрено понятно, кто есть кто в команде, как команды смотрят на вещи, как люди относятся друг к другу, и тогда важно больше уделить внимание подбору нового кандидата, насколько он именно матчится в эту конкретную команду. То же самое говоря, с стадией перформинга, более того, на стадии перформинга, на самом деле, если есть возможность, то лучше ничего не менять, до тех пор, пока не будет вот что-то облизиться к аджорнингу. Но когда уже идет выгорание, то можно, конечно, ничего не делать, и тогда команда развалится, тогда начнутся то ли дефекты, то ли зафейленные коммиты, то ли зафейленные релизы, все что угодно может произойти, если ничего не делать. Либо нужно отследить ту ситуацию, когда, окей, вот мы все время шли на высоте, сейчас у нас идут падения. Почему? Можно провести рэд, ретро. Возможно, что-то, что при этом же ретро можно внедрить не меняющего в команды. Но если видно, что есть кто-то, кто тянет команду вниз, либо кто больше всех раздражен, кто больше всех недоволен, ведь причины же могут быть разные. Кто-то считает, что ему недоплачивают, кто-то считает, что он уже вырос из этой песочницы, кто-то считает, что он уже не просто интермид, а интермид, работающий как синер. Я это говорю на реальных кейсах. Кто-то говорит, что у вас тут скучные задачи, мне надоело, я хочу больше опыта, больше различных новых задач. Окей, вот это возможно кандидат на выход из команды. Опять же, зачем удерживать человека против его силы? Мотивация от этого человека не повысится, негативное влияние на команду будет распространяться токсично по чуть-чуть, но отправляя всех остальных, заражая, возможно, через неделю, через месяц еще человек придет, еще два-три, что с таким же вопросом, запросом, что либо недоплачивают, либо скучно, неинтересно. То есть, здесь нужно выдержать человека, который начинает распространять какой-то негативный импакт. Но опять же, это все без фанатизма, естественно, это все при анализе, при просчитывании последствий. То есть, я не говорю про то, что нужно как марионетками, куклами, одну поставили на сцену, куклу убрали, вторую там еще поставили на замену. Все на самом деле за вот этой простотой еще кроется много аналитической работы как лидера отдельно, так и лидера с командой. Я ответил на твой вопрос? Да, благодарю. Окей, идемте дальше. я могу, если можно. Да-да. Мы там говорили, если вернемся до твоего пейнта, когда мы вносим, скажем так, меняется людина, додается, або меняется, стадия N, правильно? Да. А что происходит, когда, ну, это мы говорим, одна, например, с пяти, что происходит, там, ну, изменение, расширение, там, 30-40%, вплоть до половины команды? Те же самые. То есть, команда идет по вот этим вот форме, сторме, норме, перфомен и adjourнен, только, когда это одно и то же количество людей и тех же самых людей. А у нас, вот, отвечу на кейсе, у меня в команде, в одной из команд недавно клиент открыл плюс 3 виллобл позиции, плюс 1 QC, плюс 1 бэкэнд, плюс 1 UI девелопер. Вот. Соответственно, кто-то уже был у нас на интернатуре и сразу уже, то есть, работал как инвизибл для клиента, но, как часть команды уже притерся. Кого-то нового мы сразу забрали там из IT-Академии либо из внешнего рынка, неважно. Вот. Это для команды сразу форминг и сторминг. Но, когда основная часть команды уже на стадии перформинга, а это было вот с моей командой, то есть, ребята сейчас на пике своего продуктивности и продолжают дальше вершить чудеса, я очень радуюсь этому и всячески стараюсь их в этом русле направлять. Но, они были на этапе перформинга, и тут появилось плюс три новых человека. Понятно, что они уйдут в форминг, но, возможно, я бы сказал, что, если вот стадия перформинга, давайте возьмем другой цвет, возможно, на форминге будет уже не вот эта вот точка, которая была вот тут вот, да, а будет уже выше точка. То есть, все равно команда работала как-то большей частью, и за счет того, что команда сдружилась, сработалась до этого, им намного проще плюс трех человек принять, ну, плюс трех, это, мы говорим о вещах, было семь человек, это девелоперы и QC, я считаю, сейчас их десять, да, вот, то есть, это 30% команды. То, соответственно, за счет того, что предыдущие люди, семь человек, уже были сработаны и знали, что делать, они не позволили перформансу, велосипеде команды упасть на тот же уровень, близко к нулю, как если бы это было формирование новой команды. И дальше, что произошло? Стадия сторминга, она возникла и прошла очень быстро, опять же, благодаря усилиям меня, как менеджера, и усилиям команды, в связи которой уже подрастают лидеры, которые осознают, что важно как можно быстрее пройти этапы конфликтов. И мы ушли, конечно, в стадию норминга намного быстрее, чем это было бы там в другой ситуации. И ушли в перформинг, вот мы сейчас вот где-то, наверное, все-таки еще пока на стадии норминга находимся. То есть, нужно понимать, что онлайном не будет, что вы захотели за две недели перейти из фазы в фазу и оно случится. Здесь невозможно так вот померить, прогнозировать. Но усилия нужно прикладывать. Понял, дякую. Ага. Окей. Следующее, на что хочу обратить ваше внимание и рассказать вам, это пять функций команды. Кто читал Патрик Ленсионни Five Dysfunctions of the Team? Пять пороков команды. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Так. Угу. Ой, замечательно. Замечательно, в плане мне есть, что вам интересного рассказать. Супер. Спасибо. Небольшая предыстория. Книга Патрика Ленсионни Five Dysfunctions of the Team. Я ее слушал в аудиозаписи. Безумно интересная книга и очень легко для усвоения. Изначально эта книга разбита на две части, большая часть из которых это некая история, некая вымышленная ситуация, которая рассказывает, как художественную литературу читаешь, но при этом как раз проявляются все вот эти вот моменты, какие бывают пороки в команде. И потом короткая часть это как выводы уже непосредственно что и что. Так вот, Патрик Ленсионни вывел пять пороков команды, которые мешают команде быть успешными. Первый порок это отсутствие доверия. То есть доверие друг к другу, отсутствие доверия к своим менеджерам, лидерам, у лидеров к своим подчиненным. Дальше, когда нет доверия, то следующий порок логичный это отсутствие конфликта. Казалось бы, у нас вообще все круто, все друг другу улыбаются, мы вообще ни о чем не спорим, никогда не повышаем голос, что может быть круче? А нет. Есть такая вот таборка «в споре рождается истина». Так вот, возьмем даже рабочий момент, нужно придумать оправоч, как заимплементить функциональность. И вот, допустим, там, синий ардивайпер говорит, ну, давайте вот сделаем таким образом. То есть, такие, да, да, Но человек не встречает никакого сопротивления, это даже не означает, что это мнение его правильное. Может быть, просто бояться ответить, либо «О, не придумали с мужем повод поругаться, дрались молча». Отлично же. То есть, опять же, когда нет конфликтов, и я говорю сейчас не про ор, крики и так далее, по сути, конструктивный обмен аргументами, контраргументами. Когда этого нет, команда не идет вперед, проект не идет вперед. То есть, нет какого-то стимула, стремления что-то улучшить, потому что все соглашаются с тем, что есть, потому что всем пофиг. Можно так сказать. Дальше. Когда у нас нет доверия, когда у нас нет конфликтов, видимо, вот эта вот натянутая улыбочка и вежливость, но при этом каждый думает сам себе на уме. Да, у нас следующий появляется порог, это отсутствие коммитмента. То есть, команда не хочет ни на что коммититься, ни на что подписываться, ни друг перед другом, это мы говорим про зависимые таски, когда девелоперы должны там передать UI, или UI на вализацию, а потом передать тестирование. Это все завязано по времени, чтобы успеть спринты. Зачем? Когда будет, тогда и будет. менеджмент, когда менеджер за команду закоммитился от имени команды, что будет когда-то, а команда взяла и подставила менеджера. Соответственно, отсутствие коммитмента ведет к отсутствию ответственности, accountability, ownership, вот эти слова за в принципе, за команду, за проект, за аккаунт, за компанию. Потому что когда предыдущие все дисфункции есть, то какая может быть речь вообще о том, чтобы взять ответственность, взять ownership и так далее. Естественно, что исходя из этого, нет фокусировки на результаты. Команда не результативная. Соответственно, это, конечно, нужно очень, чтобы повезло, чтобы все пять пороков были, присутствовали в одной команде, но тем не менее, прошу вас обратить внимание, возможно, хотя бы один из пороков, одна из дисфункций есть в той или иной степени в ваших командах. Если это так, то с этой дисфункцией нужно работать, нужно устранять для того, чтобы достичь пика фокуса результ. Соответственно, не нужно идти всегда снизу. Начать с того, чтобы посмотреть, а есть ли доверие в ваших командах друг к другу и к вам как к лидерам. Дальше, насколько разрешены конфликты, насколько у вас в командах вообще можно перечить, чтобы джуниор что-то сказал синеру, с чем-то не согласился. Либо насколько это окей, что когда кто-то написал на код ревью комменты, то не слепо бежать эти комментарии исправлять, а попробовать доказать свою точку зрения. Насколько вот эта открытость есть. Ведь эта открытость это не боязнь, чтобы что-то сказать поперек человеку, у которого есть вес среди команды. Дальше, смотрите, насколько хорошо ваша команда и вы самостоятельно, и ваш менеджер соблюдаете коммитменты друг перед другом, перед клиентом, перед upper management. Невозможно требовать коммитментов с командой, не соблюдая самостоятельно коммитменты. Дальше нужно посмотреть, насколько команда берется быть ответственной за проект, за успех клиента и так далее. Ведь о чем нам говорит Scrum, если мы работаем по Scrum, что команды должны быть cross-functional, self-organized. И принцип, который при принципа это получается transparency, inspection и adaptation. То как можно говорить об этом всем, когда у команды нет понятия, что они являются овнерами, они ответственны за то, что они делают. Только они могут либо привести этот проект к успеху, либо завалить его и тем самым сшечь все. Ну и естественно, что насколько есть фокусировка на результат, насколько команда не распыляется на второстепенные задачи, на какие-то внешние факторы, насколько вы как лидеры помогаете команде не соскользнуть с тропы на какую-то внезапную, срочную, но может быть не настолько важную задачу в данный момент. Ну и плюс предлагаю вам посмотреть тест по Линсионе и почитать книгу. сейчас я со слайдом закончим, тут еще анимашка есть. Предлагаю вам на досуге как будет возможность прочитать эту книгу, книга читается очень легко и пройти в гугле там найти есть тесты, которые помогут посмотреть какие из этих дисфункций пороков возможно есть в ваших командах и на что обратить внимание в первую очередь в связи с этим. Окей, по дисфункциям у меня все, есть ли вопросы по этому. Возможно нету. Идем дальше. Дальше небольшой свод заметок для того, чтобы быть еще более крутым лидером это прежде всего готовиться к митингам. Тут здесь написано готовьтесь к митингам прежде чем предоставить конструктивный фидбэк к сотруднику. Как показал мой опыт нужно готовиться к каждому митингу. Почему? Потому что взять даже какой-то регулярный обыденный митинг который вы проводили сто пятьсот раз. Вы этот митинг проводили сто пятьсот раз наверняка уже без подготовки по наитию на лету. Попробуйте как-нибудь тот же самый митинг провести с предварительной подготовкой. То есть для себя перед митингом пропишите какая цель митинга. Что вы хотите достичь. Как вы будете это достигать. Вот для того что пропишите какие фразы какие слова вы будете говорить. И просмотрите проговорите вот этот набросанную подготовку вашу речь и вообще цель митинга несколько раз перед митингом. Вот сто процентов вы увидите ну опять же если вы хорошо ответственно отнесетесь к подготовке то сто процентов вы увидите какой выхлоп вы получите с последующего митинга. И уж конечно если это идет речь в митингах с сотрудниками когда нужно донести фидбэк конструктивный либо позитивный либо негативный очень важно человека не обидеть не расстроить не разозлить то есть опять же это вот без подготовки так просто по наитию невозможно потому что здесь речь идет не о вещах а о человеках и у каждого человека свой характер свое восприятие свое настроение важно готовиться дальше choose right moment choose right place опять же чтобы какую-то информацию донести невозможно говорить что сейчас буду очень сильно латрировать невозможно человеку сказать что он уволен пересекшись с ним возле рукомойника в туалете например да дальше для того чтобы давать хороший фидбэк не нужно закапываться далеко в прошлое а именно то есть не нужно накапливать это все знаете как вот бывает я слава богу не встречал такие кейсы но ходят легенды когда есть допустим менеджер который скрупулезно полгода записывает все факапы сотрудника а потом на опрыз или все скопом вот так вот вываливают и там и человек с одной стороны непонимание почему ты мне об этом не сказал тогда я бы мог за эти полгода уже давно заимпровить ну и в принципе злость непонимание полная демотивация у человека просто потому что не своевременно выдан фидбэк может быть человек уже давно не помнит этого есть вот еще такая штука как уберите слово но бывает такое что вот ты конечно молодец но вот тут и вот тут ты нафакапил то есть это такой добавляет негативный контраст что вроде как и похвалил и в то же время не похвалил отругал и так далее то есть вместо но можно поставить слово вместе с этим но кроме этого ну то есть как-то вот более убрать вот этот яркий контраст между прошлыми для чего говорить что ты молодец если дальше пойдет куча негативного фидбэка да должны быть экшен планы по митингам по фидбэкам и планы непосредственно под каждого сотрудника то есть насколько часто вы делаете для своих сотрудников либо для вас делают персонал девелопмент планы насколько вообще ваш лидер и вы как лидер своих команд заботитесь о профессиональной либо карьерной лестнице продвижения и улучшения своих сотрудников это важный проспект в условиях когда например финансово невозможно мотивировать сотрудников вот этот вот фактор заботится о его развитии он очень важный он очень сильно добавляет неких поинтов в взаимоотношения с сотрудником в построении доверия и так далее но естественно что нужно помнить что никто не властитель вселенной всегда можно неправильно было понять неправильно интерпретировать то или иное у меня был кейс когда сотрудник мне выдал фидбэк на приконе что вот он недоволен тем-то и тем-то так как сотрудник рассказал описал очень четко кейс который я помнил то мне не составило труда понять кто это несмотря на то что это было анонимно я не знал то есть и я пошел дальше ва-банк я на следующем мантоване сотрудникам когда подготовился я спросил вот это был твой коммент да мой и я мог конечно у меня было свое видение как мастер of my universe то есть в своей вселенной я понял я видел себя таким вот рыцарем с забралом и вообще что это он тут написал такого но тем менее что я сделал я начал с вопроса почему он это написал и начал с того что дал возможность сотруднику высказаться что он считает неправильного в том кейсе и тогда оказалось что действительно есть там 50% моей ответственности за этот кейс и это позволило мне то есть то что я заранее начал сразу с вопроса почему ну что к этому привело а не начал наседать со своими аргументами которые я все напридумал это позволило сократить время митинга позволило достичь вот того самого вин-вина да какого-то вот решения когда и он и я остались довольны и убрать вот осадок того что вот лучше бы знаете как бывает лучше бы не разговаривал с ним вот то есть мы пришли к цели и все началось с того что я дал возможность человеку высказаться так что он выслушал я высказался и тогда мы уже построили конструктивные планы как бы это недопустим дальше кто из вас не знаком с кривой сара вот она сара это аббревиатура от четырех слов surprise anger resistance accept я не часто встречаю упоминания об этой кривой поэтому полагаю вам будет полезно знать эта кривая показывает одинаковый для всех паттерн поведения людей когда они получают какие-то негативные новости ну либо новости неожиданные которые они начинают считать негативными для себя то есть первое это всегда ну либо какая-то задача которую человек допустим не собирался никогда не горел желанием делать первое это всегда удивление почему я почему эта задача почему вообще в этой вселенной это случилось дальше это злость то есть злость на несправедливость опять же злость на то что почему 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 да дальше это идет резистанс то есть сопротивление всячески уйти от этого фидбэка не принять либо не взяться за эту задачу найти возможность увилинуть только после этого идет так вот каждый человек проживает все эти четыре аспекта попробуйте у себя вспомнить вот какой-то кейс когда допустим вам доносили какой-то негативный фидбэк либо награждали вас какой-то задачей которую ну вообще не хотели делать и вот попробуйте отследить у вас по-любому были пусть даже какие-то микро но были вспышки удивления вплоть до просто расширившихся зрачков и после этого началась злость так блин да и после этого значит злость может тоже можно легко скрыть и она сразу перейдет в резистанс когда-то нет но вот это и куча сразу находится доводов почему это не нужно делать или почему этот негативный фидбэк не про вас не про человека и только уже после всего этого идет стадия смирения примирения когда идет аксель так вот для лидера важно понимать что вот эта модель поведения человека существует и при помощи этой кривой сары можно объяснить те или иные выходки людей какие-то неординарные возможно это выходка из разряда из этой стадии человек еще в стадии злости поэтому он сейчас хамит как вариант вот вопросы по кривой сары хорошо идем дальше секундочку прошу прощения по поводу кривой сара есть ли какие-то определенные способы определить что человек в стадии злости защиты принятия находят то есть что это относится к этой кривой а не по каким-либо иным причинам и как часто вторая часть вопроса как часто возникает именно такая ситуация допустим при нагружке кого-то чем-то как например так и того вопрос был как понять что поведение человека соответствует кривой саре и как часто вторая часть вопроса повтори пожалуйста как часто случается такая ситуация допустим что при выдаче кому-то какого-то объема работы образно выражаясь человек ведет себя именно так согласно этой тревоги ведет себя в большинстве случаев я бы даже сказал всегда вопрос в том насколько человек может себя контролировать и насколько у человека быстро идет адаптация к новой информации к тем нежелательным новостям ну например если я вот сейчас скажу вот вы сейчас послушали курс да и в течение ну вот вот development process community и я уже договорился с Женей березой что в течение 15 минут вам нужно написать будет эссе на тему того что какие знания вы получили и кто из вас не получит тому нужно будет там заплатить по 100 долларов из своего кармана за оплату вот этого вот презентации вот если я вам говорю вот эту информацию что у вас происходит рома ты наступил то что я отследила сразу на три сферы которые относятся к персональным интересам ты как-то аккуратней я без задней мысли не заангажирована я беру конкретный кейс чтобы сразу понять то есть сразу идет удивление то есть что нас об этом не предупреждали или что-то слишком много потом идет злость что 100 долларов я должен кому-то платить дальше идет резистанс это я не буду этого делать я на это не подписывался я вообще отключаюсь отсюда либо просто молча отключился да вот и только потом идет акцепт и при том чтобы дойти до акцепта нужно еще дополнительно приложить какие-то усилия например так как я это сказал информация мне нужно дополнительно приложить усилия чтобы вы согласились с этой идеей то есть дать положительный какой-то аспект положительную сторону аргументировать почему это важно чем это важно для вас и так далее да то есть там сказать например ребята на самом деле это уникальная информация и это важно вам же чтобы там вы на 100% усвоили материал и так далее сейчас я очень утрирую да но кейс прости Жень что получился такой с блиными мозолями но зато он ярко сейчас охарактеризовал что любая информация неожиданная нежелаемая будет воспринята через эти фазы вопрос в том как каждый человек относится сколько времени тратит насколько сильны эмоции по вот этой вот кривой и вопрос к лидеру как можно быстрее провести человека как стадиэкс репта если действительно это того нужно я ответил на вопрос да в принципе я ответил но с моей точки зрения существует довольно таки немаленькая прослойка людей вот которая в конкретно взятой ситуации как ты озвучил сейчас предложил написать эссе там есть нет 100 баксов я к ней отношусь в том числе и в первую очередь эти люди подумают это полезно ли для меня смогу ли я с этим справиться вот и потом оценив какие-то риски вот например они могут просто встать в резистанс и уже до акцепта потом не дойти или же сразу же акцепт если первые два вопроса положительные имеют положительный ответ то есть то есть окей я сейчас добавлю красок ну сюрприз удивление было точно правильно ну да да удивление я бы это назвала другим словом но окей да а вот дальше ну для кого-то представим я вместо 100 долларов сказал бы тысячу долларов и подкрепил это тем что у вас нет другого выхода да что вам либо написать за 15 минут либо заплатить тысячу долларов то есть если бы я поднял ставки например да то я бы по-любому у вас спровоцировал злость и если бы действительно это был не игровой кейс а реальный кейс то по-любому присутствовала бы злость вот по-любому вопрос в том у каждого в какой степени кто-то бы и дальше идет так или иначе резистанс очень мало человек бы сказать да да конечно я напишу сейчас совет вот пришел послушать так может что-то новое расскажут вот мне теперь угрожают тысячи долларов конечно я напишу очень мало таких людей я согласен бывают исключения из правил я вам предлагаю модель я вам предлагаю обращать внимание на реакцию человека и быть готовым к реакции человека когда вы доносите негативный фидбэк либо какую-то даете неприятную задачу что вам нужно быть готовым что человек начнет удивляться человек начнет с вами возможно скандалить возможно эскалировать вашему менеджеру это я прозволь человек человек начнет всячески увиливать от ответственности от задачи либо всячески находить кучу контраргументов против и вот на всех этих этапах нужно прилагать усилия чтобы в итоге добиться того чего вы желаете это принятие человеком той или иной информации вот поэтому это модель которую просто держите в голове понимаете что если есть какое-то поведение человека которое как-то убивается за рамки может быть оно относится к одной из этих сфер и тогда имея уже структурированное понимание вам легче будет среагировать легче на их выход из ситуации да спасибо так дальше у нас вантуаны и по-моему это последний слайд если только у вас не было каких-то еще вопросов про вантуаны здесь собраны в принципе основные самые значимые вещи то есть если это я начну сразу с пункта номер два если это идет разговор с сотрудником ну вот вы как тимлид и ваш сотрудник то по сути больше нужно слушать вам и больше говорить человеку то есть дать человеку возможность высказаться опять же нужно понимать для чего вантуан вантуан с сотрудником ну в принципе я думаю во первых никто из вас не оспорит что он нужен вопрос в том для какой цели он нужен вантуан нужен для того чтобы строить доверительное отношение с сотрудниками для того чтобы узнавать сотрудника побольше и понимать что им движет что мотивирует что наоборот фрустрейт вантуан нужен для того чтобы давать фидбэки и получать фидбэки опять же как менеджер я периодически на вантуанах напрямую спрашиваю у сотрудников скажи мне пожалуйста вот ответь на вопросы keep doing stop doing start doing по отношению ко мне да то есть что я как менеджер должен начать перекратить или поменять своих методов и это тоже отлично когда мы открыты с сотрудником сотрудники чувствуют эту открытость они открываются навстречу да и плюс это дополнительная возможность мне импровнуться как лидер как менеджер при этом вантуан должны быть регулярными и плюс к этому еще могут быть такие вот спонтанные вантуан то есть у человека всегда должно быть понимание что допустим раз в две недели или раз в месяц у него есть 15-30 минут с лидером или с менеджером где он может пожаловаться рассказать что-то поделиться задать вопрос может быть что-то ценное получить от этого человека ну это как вопрос о привычках да если же постоянно там сегодня есть вантуан завтра их вспомнили провели их не вспомнили не провели то ценность это не проблема потому что это есть что-то постоянное что-то где он может повлиять раскрыться и так далее и тогда теряется ценность вантуана в то же время обратная стена допустим два раза в три недели вантуану и сотрудник должен ждать целых три недели следующего вантуана чтобы решить вопрос который нужно сделать на завтра вот соответственно такое то что если есть какой-то кейс какой-то негативный фидбэк либо положить позитивно либо какой-то пунктная задача либо у человека что-то ко мне то не ждите следующего запланированного ванта всегда найдется 5-10 минут обсудить что-то важное не дожидается и это важно чтобы люди понимали что доступ к лидеру доступ к менеджеру не только ограничивается вот теми 15 минутами но и всегда когда нужно опять же я расскажу интересный кейс который я для себя взял за основу как не поступать и предлагаю и вам в одной из прошлых компаний где я работал у нас был тем лид ну и была команда вот мы работали вантуан с тем лидом у меня были эпизодически вот так вот идет он ко мне с каменным лицом говорит Рома идем в переговорную и молча идет в переговорную и я иду следом за ним и вот так как вот так вот происходило постоянно и следом за этим следовало ну так постоянно я имею ввиду что не было других кейсов кроме как где-то что-то нужно было дать негативный фидбэк мне вот то по сути я знал что у меня если он зовет вантуан значит где-то будут отчитывать и я уже внутренне скукожившись думаю что же я опять натворил да либо не натворил вообще все было хорошо почему тогда чем он меня будет ругать но никогда не было кейса когда он говорил Рома идем со мной и потом рассказал мне какой я молодец и как круто то есть достижения не были видны мне так на тот момент было важно то есть я работал на свои собственные какие-то цели но при этом если что-то было не так то постоянно меня вызывали и получается у меня сложилась ассоциация что если меня вызывают на вантуан значит вызывают на что-то плохое вот нужно чтобы у такой ассоциации у сотрудников не было дальше опять же фидбэк если он негативный то его нужно давать без оценки обязательно то есть это должны быть факты и какую-то value из этого фидбэка то есть нельзя сказать что я считаю что ты дурак потому-то потому-то вообще то что я считаю должно остаться только при мне а вот почему и почему это вот нужно и предоставить человеку что смотри вот здесь ты поступил так-то и так-то нужно так-то и так-то объяснить почему добиться того что он согласен и будет выполнять все отлично дальше осталось проконтролировать ни в коем случае не вешать ярлык не давать оценку не кричать не давать волю эмоциям и так далее лучше даже начать с того что как я уже говорил дать человеку самому объяснить рассказать возможно правда кроется в том месте где вы сами не додумались а если вы сходу будете не узнав точку зрения оппонента сразу наваливать негативный фидбэк то вы можете сделать только хуже 5 копеек можно? да-да не критикуйте людей критикуйте их ученки отличный комментарий спасибо действительно людей мы не критикуем мы сами не ангелы у каждого из нас куча своих есть негативных аспектов и как-то люди члены команд с этими негативными аспектами мирятся ну это я так тоже опять же утрирую на самом деле мы все крутые лидеры но тем не менее поэтому не нужно и других людей критиковать да вот Женя правильно говорит комментарий я его пропустил так как думал очевидным но опять же ловлю себя на мысли что очевидные вещи для каждого очевидны по своему так вот как мы даем фидбэки если фидбэк позитивный какой-то ачивмент человек что-то круто сделал там и так далее обязательно при всех при всей команде можно даже с овациями ну обязательно если фидбэк негативный кто-то где-то как-то накосячил то только наедине это должно остаться только между вами и этим человеком ну иначе будет плохо иначе микроклимат в команде очень сильно рушится так ну на этом у меня в основном все если у вас есть еще какие-то вопросы мини темы которые вы бы хотели получить кинет